Всем привет! Привет, особенно Москва! Видео сегодня индивидуальное. Оно опять у нас же на скарантез сделано, то есть все прям в пути снимаем, в пути наносим. Алексей, город Москва. Наш уже постоянный покупатель получается. И приобрели они штукатурку декоративную кальчиструза. Штукатурка уже уехала, а видео по нанесению мы в пути, пока едет, мы видео снимаем. У вас в счете мармофонда кварцгрунт, он у вас заколерованный в цвет штукатурки, в цвет первого слоя штукатурки, но мы не стали открывать, мы конечно, целое ведро, у нас есть праймер другого цвета, мы его наносим, а у вас он будет в цвет. То есть вы сейчас ориентируетесь на способ нанесения. На предварительно загрунтованную поверхность стены наносим праймер, допустим кварцгрунт или праймер грунт, ну то есть вот что в комплекте, то и нанесли. И оставляем сохнуть, ну часа на четыре, на пять. Способ нанесения интересный, не переключайтесь, даже если видео вас не касается, даже если оно не для вас. окрасили, сохнет. После высыхания кварцгрунта вы наносите первый слой. У вас на ведерке написано первый слой. Он будет темнее, чем второй. То есть, Алексей, у вас два разных ведра. Одно темнее, одно светлее. Вот темный, это первый слой. И посмотрите, вот так выглядит кальчиструза. То есть он вот с такими вкраплениями. И наносим его максимально тонко. Ваша цель покрыть поверхность стены тонким-тонким слоем. И все. Никакой другой цели нет. Вы как будто вы шпаклюете. Для остальных зрителей нашего канала я хочу сказать, что этот материал кальчиструза искать нигде не нужно. Он есть у нас в продаже по официальной стоимости. Ничего искать не нужно. Дешевле, дороже. У нас официальная цена. Так, я могу сказать, еще такой один дефект не в нашу пользу. Мы делаем сейчас образец из старенького пробника. Он у нас подсох. И мы немножко мучаемся. У вас штукатурка свежая. Вся абсолютно в ведрах штукатурка свежая. У нас вот пробник. Видите, вот мы накопали. Накопали такой пробник. И его используем. Если покажется густовато, можно развести водичкой. Этот эффект, он вот по моему мнению, очень красивый. Обалденный прямо. Я рекомендую не переключаться и досмотреть видео до конца. Вот так при высыхании получается слой. Тонкий-тонный. Мы сейчас расходуем примерно 300 грамм. Примерно 300 грамм. А вот этот вот планшет у нас метр на метр сорок. То есть почти полтора квадрата. Ну, считайте, что утром вы нанесли кварцгрунт. После обеда вы нанесли слой кальчиструза. И оставляем сохнуть до завтра. После высыхания первого слоя наносим второй слой другого цвета. Светлого серого цвета. Вот так наносим. Тоже не толсто. И оставляя небольшие продиры. Вот такие как бы кратеры. Так, что еще? У нас во втором слое добавлена слюда. Сейчас она где-нибудь у нас проявится. И я вам ее покажу. Слюду добавляем во второе ведро. На финише. И обратите внимание, что движения такие кристообразные. Второе ведерко у нас свеженькое. Оно у нас без комочков. И если остаются где-то царапинки, это от слюды. Очень красиво, когда кратеры вот такие маленькие. Некрупные. И слюда она вот как раз. Вот она. Таким образом наносим полностью поверхность стены. То есть то же самое вы делаете. Вы как будто бы шпаклюете тоненьким слоем. Ну можно чуть погуще, если хотите. Чуть-чуть, не сильно. Оставляя небольшие вот такие вот кратеры. Смотрите, чтобы они вам нравились. Продолжение следует... Можно по второму слою добавлять. Видите, просвечивает маловато. Добавляем. Это еще даст такой определенный как бы второй этаж. КОНГКАМИ so mmmщ波ом все. Хватит? Эского cryка. Добавляем. ПОНГКАии с лоу seeds. Ид�� вашу обосновку. ПОНГКА錢. Субтитры создавал DimaTorzok Штукатурка подсохла и можно немножко сбрызнуть водой и чистой кельмой еще по верхам вот так пригладить. То есть убрать все выступающие части штукатурки, какие-то остатки от кельмы, еще что-то и вот так вот заглаживать. Чтобы он был гладенький, приятненький на ощупь. По сути это готовый вариант. Первый слой кальчиструза, например, бежевый. Второй слой серый. У него вот такие вкрапления, как гранит, да, как называется. Немножко здесь слюды, вот она видна, золотистая слюда, вот. Дополнительный дает эффект. Мы добавляли местами, то есть было мало и немножко добавляли. Дает, вот такой получается, как второй этаж еще местами. Вот так он смотрится в готовом варианте на стене. Это стиль лофт. Цветами можно играть по-разному. То есть темнее, светлее, бежевый, серый. Какой нравится, такой можно и калировать. Таким образом наносится образец. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Приобретайте у нас декоративные штукатурки. Мы будем сопровождать вас при нанесении. Ну, то есть консультировать вас. И чтобы все было у вас красиво. Всем спасибо и пока.